85 многодетных отцов, которых мобилизовали из Алтайского края, должны вернуть домой. При этом у мужчин есть право выбора. Они все же могут отправиться в зону спецоперации, если, конечно, пожелают. Такие случаи тоже есть. 28 октября по решению губернатора и военкома края в регионе прошло заседание призывной комиссии по мобилизации, итогом которого стала отмена принятых ранее решения о призыве многодетных отцов на военную службу по мобилизации. Речь идет о мужчинах, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Важно здесь, наверное, уходить от различных возможных перекосов, когда там есть попытки оформить пекунство на полгода, там, ну вот на такие форматы, наверное, это нечестно с точки зрения демографии такой. Шутку, конечно, да, то есть гротеск, но важный шаг, когда, ну, вот это событие, да, что называется, воссоединило семьи, так скажем. И действительно, после объявления частичной мобилизации в крае стали чаще признавать детей. Об этом говорит официальная статистика. С 21 сентября по 7 октября в регионе зафиксированы 444 акта об установлении отцовства. В аналогичном периоде прошлого года 176 актов. Еще раз, 444 и 176. Причем мужчины побежали искать не только своих внебрачных детей. Они пытаются усыновить своих племянников, например. Несмотря на то, что в вопросе мобилизации многодетных отцов уже есть какая-то ясность, их родственники все равно переживают. Например, к нам в редакцию обратилась женщина, ее муж многодетный отец. С 29 сентября он находится в Омске. Накануне Анастасия получила письмо из правительства края. Решение о призыве ее мужа отменено. Но женщину пугают бюрократические нюансы. Ему сказали, что документы пришли, но какие конкретные? Мужчин человек никто сказать не может. Документы еще рассматривать юридический отдел. Когда он их рассмотрит, тоже пока еще неизвестно. Вот с чего переживаем. Сегодня свои права продолжают отстаивать мобилизованные с серьезными проблемами здоровья. Естественно, эта информация не подавалась военкоматы долгие годы. Рекомендуем и родственникам, и самим мобилизовым. То есть, если они считают, что их права нарушены в части оценки состояния здоровья, потому что, ну еще раз подчеркну, я уже много раз подчеркивал, что на этапах мобилизации это только медицинский осмотр. Никто не мешает полнослужащим подавать рапорт в тех частях, где они находятся, на командира части, проходить и требовать ВВК, предоставлять документы. Это уже вопрос определения категории годности, и тогда человек уже уходит из категории запаса, в принципе, в категории до которой не подлежит призыву. Кстати, накануне Владимир Путин заявил, что сегодня уже около 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне спецоперации. Из них 50 тысяч принимают участие в боевых действиях. Остальные пока на полигонах.